Всем привет! Вещаю из подъезда. Вздуть и убыть. Я вчера же писала свою песню, но... Я иду на встречу с мамой, мы выпьем кофе, потом планов никаких нет. Хочу единственное, еще успеть на тренировку сегодня зайти. Так что, let's go! Итак, мой сегодняшний лук. Человек в черном. Ну, мне комфортно, не знаю. Встретились с мамой. У нас не получилось эстетического обеда, потому что мама решила, что мы пойдем в ледо, поэтому сейчас мы пришли на кофе в косту. Она взяла себе свежевыжатый апельсиновый сок. Ну, кофе сегодня так себе, если честно. Так, коротко о сегодняшнем дне. Мы с мамой встретились, отлично провели время, выпили кофе, вкусно, плотно пообедали. Я уже дома успела сделать пару дел, перекусить, еще раз переодеться. Я уже пришла со встречи с мамой, пью чай и рассматриваю Люпена. У меня очень грязный экран, прошу прощения. Точнее, я его протирала, но остались разводы. И я планирую сейчас пойти на тренировку в минус 40, хотя бы покрутить педали или походить по дорожке. И потом уже пойду в сторону места, где будет концерт. Мы сегодня выступаем в ресторане Тумор Бирс. Это открытый концерт, куда могут приходить все, кто хочет. Ну, соответственно, это концерт для посетителей ресторана. Надеюсь, все произойдет спокойно, как всегда, уютно. Ну, а вечером буду досматривать последнюю серию Люпена. Да и все. И готовиться к завтрашнему дню. Завтра я работаю. Хотя завтра воскресенье, но тем не менее. Я решила пойти пешком до зала и пойти в тот зал, который ближе к моему дому. И если будет открыта кофейня напротив зала, то обязательно зайду и возьму кофе. У меня есть такой бздик, если так можно сказать. Я люблю брать кофе, оставлять его остывать в шкафчике, пока я тренироваюсь. И уже после тренировки пить немного остывший кофе. Я не знаю почему, но мне очень нравится так делать. Какая-то вот такая моя странность. Местечко было открыто. Я взяла кофе. Правда, я взяла его на обычном молоке. Так что вздуть и убыть. Ну, ладно, я надеюсь, что меня принесет. Сомнительное слово «принесет» в данном контексте. Ну, ладно. Все, я иду в зал. Кофе я взяла на обычном молоке, к сожалению. Я на рецепшене зарачиваю воду и вот такую шоколадку. Кстати, моя тренер сказала, что эти шоколадки по составу очень даже неплохие, поэтому их можно есть, если очень хочется сладко. Я решила не снимать гепку и остаться в ней. Идем. Запускаю свой браслет, чтобы он не зафиксировал, так скажем, все мои потуги. Всего 45 минут удалось покрутить педалью, но это лучше, чем ничего. И 260 калорий сожгло. Ну, хоть что-то лучше, чуть-чуть, чем ничего. Сейчас быстренько в душ и на концерт. Уже после душа классно взять и выпить кофе, который уже приятного градуса, скажем так. Остывший классный кофе. Я занималась. Кофе меня радует. И пойду в сторону старого города, уже в сторону концерта. И у меня хрустит колено. Я уже подхожу к месту. Я расстроена, у меня очень мало процентов зарядки. И, скорее всего, когда я приду, я поставлю телефон заряжаться, чтобы я потом могла вам что-то поснимать. У нас, кстати, уже через 20 минут начало. Не то, чтобы я безответственная, просто я уже знаю, что в этом месте конкретно нет смысла приходить очень рано. То есть мы обычно уже сразу на сцене чекаемся. Точнее, у нас уже сохранены многие настройки. И, как говорится, лайжем. Плюс-минус всегда порядок песен у нас тоже одинаковый. Но я сегодня посмотрю, может быть, внесу какие-то коррективы. Я уже на сцене пришла. Ребята сидят. Мы готовы. Зрителей, кстати, очень много сегодня. Но, видимо, потому что суббота. Сейчас покажу, как выглядит сцена с моего ракурса. Прогоним, как всегда, звук. И начнем. ИНТРИГУЮЩАЯКИИ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, концерт закончился. Я сейчас зайду на Circle, куплю себе воды, потому что она у меня дома кончилась. И поеду на такси домой. Я дома. Я дома. Я устала. Но мне так заряжает моя идея снимать влоги, что у меня есть силы на монтаж. И я вообще поняла, что, скорее всего, я это буду делать не ради просмотров, не ради какой-то узнаваемости. Или нет. Мне просто нравится монтировать. Мне нравится с этим сидеть, копаться. Меня это успокаивает. И еще я очень люблю пересматривать потом видео. И я себя благодарна за какие-то видео, которые я снимала, когда, допустим, мой брат был маленький. Это когда ты смотришь, потом такая ностальгия, такие эмоции. Я очень хочу чаще как-то стараться записывать свою жизнь на камеру, чтобы потом иметь возможность пересматривать, видеть себя со стороны, видеть, как я меняюсь, наблюдать эти изменения. Вспоминать те классные моменты, которые со мной случались. Потому что я человек достаточно депрессивный, склонный к унынию, скажем так. Мне очень важно фиксировать то хорошее, что происходит в моей жизни. И как бы себя, грубо говоря, заземлять и остепенять в этом плане. Напоминать себе, что моя жизнь, она отличная, она классная, в немного позитивную. Да, конечно, есть очень сложные моменты. Я борюсь со многими проблемами, вещами в моей жизни. И пока что я, конечно же, не готова про это говорить, это показывать. Может быть, это придет. И в каком-то терапевтическом плане мне тоже влоги помогут. Очень-очень круто, когда ты фиксируешь что-то классное. Потом имеешь возможность это пересмотреть, напоминаешь себе о том, что, Диана, камон, все круто, все классно. Надо быть здесь сейчас, надо быть благодарным за то, что есть. И вокруг так много хороших людей, вокруг так много тех, кто тебя поддерживает. И жизнь тебе дает столько возможностей, столько классных моментов, чтобы испытать такие потрясающие, уникальные эмоции. В общем, да, скорее всего, я буду влоги делать именно в своем темпе, просто вот для себя. Скорее всего, это будет моя такая душная, я так думаю. Я беру чай из своей любимой черно-белой кружки. Монтирую второе видео, второй влог. Мой первый влог посмотрел аж 100 с чем-то человек. Вау, самые мои преданные 100 человек, но если так подумать, 100 человек это дофига. Если в реальной жизни 100 человек собрать, это очень много, спасибо вам большое. Доброе утро. У меня максимально простой завтрак. Кукурузная каша с вареньем, потому что конкретно кукурузную кашу вроде как не можно. И кофе на миндальном молоке. И я так расстроилась, потому что будет, оказывается, еще один сезон. И я не люблю, когда так делают. Я люблю, когда я смотрю серию за серией и понимаю, что все идет к какому-то логическому финалу. В итоге к тому моменту, когда выйдет еще один сезон, я уже наверняка не вспомню, что было в предыдущем. Субтитры сделал DimaTorzok Я уже помыла голову, высушила голову, сделала макияж. Пытаюсь как-то подружиться со своей челкой, которая отросла, потому что какой-то ужас. Мне кажется, что у меня очень тонкие волосы. Кстати, волосы я ни разу не красила. Волос мой считается детский. И он плохо держит вкладки, он плохо поддается стайлингу. В итоге я хожу либо с низким пучком, вы видели в прошлом влоге, либо прячу все волосы под кепку. В общем, надо что-то придумать. Надо опять как-то подстричься интересно. Хотя в целом состояние волос мне нравится, но они у меня такие тоненькие, детские. Ну все, я уже собралась. Челка как-то улеглась. У меня сегодня праздничное настроение, поэтому я вот в таких вот штанишках. Там холодно, но я решила их надеть. Моя встреча сегодня с Лерой. Лера — это замечательная и талантливая девушка, которая будет заниматься съемками, собственно, снимать мой клип. По сути, мой самый первый клип на новую песню. Это пока что все, что я могу рассказать. А дальше я надеюсь, что в ближайшем будущем вы сами все увидите. Как всегда, вот тысячелённая сумка. Такие вот штанишки. Я все-таки решила салтурить и взять самокат. Я пришла на типа второй завтрак в Rock'n'Win. Он находится недалеко от моей работы. Поем, и потом Лера ко мне присоединится на кофе. Мы с ней купим кофе. Взяла в рап сои. Обожаю рап. Здесь в Rock'n'Win, он очень вкусный. Я никогда не думала, что соя может быть настолько вкусно. Вот такой он у меня видит из окна. Фокус. Платный на, допустим, у меня одежда. Так, мы встретились с Лерой. Сказать, что я счастлива, не сказать ничего. Мы обсудили предстоящую плату, предстоящую съемку. Но все увидите чуть позже. И пока что ничего не буду рассказывать. Пусть это будет тайна. В общем, Лера просто талантищая. Это моя димовочка, я ее так называю. Она меня вдохновляет. Она мне сейчас рассказала примерный концепт. В общем, я в восторге. Сделаем красоту. Сделаем красоту. Ты такая. Я пришла в офис. Такая вот у нас тут движуха. У коллеги был день рождения. Вот сейчас буду сидеть за своим рабочим местом и работать. И у меня вот такая вот милая подставочка для телефона. Обожаю этого Мишку. Я еще жива. Но я околела. Я вышла на обед. Пойду пообеду и потом я подвернусь на работу. Знаете, куда я иду на обед? Я иду на обед в ледошку. Ну, во-первых, потому что она рядом, а мне очень холодно. И, соответственно, гулять как бы нет никакого желания. Эти диско штаны были опрометчивым решением, если честно. Я думаю, если бы я была теплее одета, я бы, конечно, выбрала какое-то другое место, более эстетичное. Но там есть мой любимый десерт, чай-пудинг. Я его просто обожаю. И я его хочу. Потом зайду еще куда-то за кофе. И надо для работы купить конверты. Конверты и кое-что распечатать. Обожаю проходить мимо цветочков. Всегда вот так красиво. Хочется все скупить. Я с вами был ласт и с он грейти. Сошла выпить кофе со своей опять любимой шоколадкой. Потом через время пойду на тренировку. Сейчас мне очень замерзло, и я очень хочу спать. Мне крайне лень идти в зал, идти на тренировку. Я бы сейчас поехала домой, просто бы прилегла. Какой-нибудь с собой проспал. Сейчас вообще не хочется ничего сделать. Тем более напрягаться физически. Ну да ладно, может, меня это взбодрит. Короче, предполагаю, что это будет крайне лайтовая тренировка. Из серии, как и предыдущая. Лучше чуть-чуть, чем ничего. И опять забыла резинку для волос. Лучше чуть-чуть. Лучше чуть-чуть. Не стали велики эти часы. Надо немножко уменьшить этот браслет. Потому что он мне четко не считает все, что я затратила. Ну да, и все мокрое. Ужас. Впервые купила вот такие вот кусочки сои, соевое мясо. Буду пытаться приготовить. У меня кухня не суперэстетическая, поэтому я не буду показывать процесс. Но если получится, покажу финальный результат. Но скорее всего я буду готовить это с гречкой, поэтому это будет максимально просто выглядеть. Понимаю, что это не выглядит суперэстетично, но, блин, получилось вкусно. Короче, ем я свою вкусно приготовленную сою. И зачем-то мне вдруг понадобилось посмотреть в ютубе ролики на тему пользы и вред данного продукта. Ну и что вы думаете? ГМО, вредно! О боже, не ешьте это! Везде соя, в 60% продуктов соя. Азиаты такую сою не едят. В общем, кошмар. Короче, в наше время вообще непонятно, что есть можно, что нельзя. Я ем исключительно по ощущениям. От мяса я тоже отказалась очень много лет назад. Но там я отказалась просто по своим убеждениям. При этом у меня все вокруг едят мясо, и это ваше личное дело. Это все очень индивидуально. Попробовала сою. Слушайте, мне вкусно, мне нормально. Если мне потом желудок не скажет до свидания, то вполне себе. То есть я ориентируюсь только на свои какие-то ощущения. Ну и внешний вид, соответственно. Поэтому я думаю, что в наше время наши ощущения – это единственное, что осталось. Чему верить? Бесплодие, аллергия, токсичность для почек. Давайте, застращайте меня полностью, чтобы я выкинула эту сковородку, которую я только что накухарила. Я все равно это съем. Простите меня, почки. Короче, я уже на вечернем, на домашнем. Буду ложиться спать. Обожралась я этой соей, если честно. Все-таки тяжесть я испытываю. Чувствую, наверное, потому что я просто много съела. То есть, по сути, я херачила эту всю кастрюлю в себя. Ну да ладно, после тренировки, может быть, и можем. Завтра снова пойду. Может быть, завтра пойду на групповую тренировку. Но если я пойду на групповую тренировку, то я уже ничего снимать не буду, потому что я не хочу смущать людей. И снова доброе утро. Так вот у меня завтрак сегодня. Две галетки с авокадо-лососем. И кукурузная каша с вареньем. И кофе. За окном просто жуть. Там просто снег, пурга, и я вообще не хочу никуда идти. А это у нас 20 сентября. Какой-то там апрель на дворе и идет снег. Красота. Апрель месяц на дворе. Я одета вот так вот. Потому что там 2 градуса, там снег и там метель. Мне было лень расчехлять свой зимний пуховик. Ах, тем более я поеду на такси. Жду такси в подъезде. У меня чуть очень побаливает горло, если честно. И я не хочу вообще ничего сегодня делать, не подоехать. Но что меня радует, так это то, что я вчера написала свою песню новую. И совсем скоро она выйдет. Я таки дошла до рабочего места. И я вышла выпить кофе и съесть опять в раб с соей. Хоть и после вчерашней сои мне было очень хорошо. Я не буду больше ее, наверное, готовить и делать. Может быть, я как-то ее неправильно приготовила. Мне надо было добавлять томатный соус. С этой слои, которая в этом рабе, я как-то больше дружу. День просто. 2% социальной батарейки. В целом 2%. Взяла здесь попробовать этот Чия Пузин. Я не знаю, почему он желтый. Мой любимый вообще, если честно, из Нарвеса, наиз Видо. Но мне лень туда идти в такую погоду. Поэтому он пробовал это тут. Запускаем браслетик. Нарвеса, наиза, 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 наиза. Вот этого места, а вот еще в снегу. Доброе утро, друзья. Я опять оделась на погоде. Если честно, мне просто лень лезть на антресоли, выбирать свою зимнюю одежду. Я считаю, что через какое-то время этот снег растает, все будет нормально. Но, тем не менее, я уже окалела, пройдя 10 шагов. И жду такси. Поеду выпить кофе. У меня кофе дома закончится. И на работу. Я приехала забрать свою посылку. В прошлом блоге я показывала, что я выиграла на дне рождения Топрадио кое-что. Это была подарочная карта в спортивный магазин. Точнее, в магазин спортивного питания. Я уже сделала свой заказ. Хочу забрать его. Ирония в том, что мне как раз-таки нужны были дополнительные протеины. Я хотела попробовать все эти вещи, потому что у меня как-то редко недобор был ка, из-за того, что я не ем мясо. Та-дам! Очень, конечно, мне будет сейчас удобно переться с этой коробкой. Надо было взять ее вечером. Ну ладно. Посмотрим, что там внутри. Потом покажу, что взяла. Да, это ни в коем случае не реклама. Возможно, мне абсолютно не понравится эта продукция. Просто раз уж удалось выиграть, можно попробовать что-то. Я пришла в свой любимый балл с Берри Рига за кофе. Обожаю этот кофе. Я взяла на кокосовом молоке в этот раз. Обычно я брала на обычный. Очень мягкий. Самой температурой как мне нравится. Меру терпкий. В общем, это тоже не реклама. Просто моя рекомендация, потому что я постоянно беру кофе. Не знаю, может быть, надо завязывать с кофе. Я думала об этом все, переходите на мачо. Сегодня даже себе с утра пыталась ее дома сделать, но как-то мне не очень вышло. Подзабылся рецепт той самой моей вкусной мачо. А так кофе мне нравится в Баллс. Кофе мне нравится... Ну ладно, Каловый, Мико, понятно. Это все база. Рокетбин. Да. Раньше, кстати, мне там кофе не нравился. Он был какой-то кислый. Та-дам! Типа, я так же не понимаю феномен, например, выпечки в нашем городе. Например, в той же Микле. Мне не нравятся булки, потому что они просто какие-то все пересушены. Они речи десны. Я не понимаю, как их можно считать вкусными. Ну, понятно, что индивидуально. Возможно, мне просто нужны речи десна, но... как-то не одна я так считаю. Мне кажется, что... Самые вкусные булочки вообще в Малборе. Они там такие мягенькие, прямо свеженькие всегда. Это очень хорошо. А вот как-то в остальных местах все-таки это слишком для меня уже подсушено и пересушено. Иногда, кстати, во французской очень вкусные плаусаны, особенно если с утра только свежевыпеченные брать. Ну, вообще, за чем? Так. Я предлагаю повторить, что в коробке. Сейчас же модно делать анбоксинги всякие. Я на самом деле... Почему я начала снимать влоги? Я уже сказала ранее, что мне это просто не нравится снимать. Мне нравится потом возиться с материалом, монтировать его. Для меня это такая некая терапия. Если смотрю YouTube, я смотрю либо подкасты, либо какие-то, скажем так, полезные, выпуски, передачи. И пару блогеров я тоже смотрю. Мне очень нравится. Ну, я смотрю уже очень давно «Чесунку». Мне очень нравится этот блогер. Они с парнем живут в Париже. И я просто обожаю их пару, обожаю собаку. Мне очень нравится следить за ними, за их жизнью. Меня это вдохновляет, стимулирует как-то больше чего-то достигать, добиваться. Мне нравится Антон С. Я вообще его смотрю со времен, когда он только-только начал. Когда он взял макияжную камеру, он взял парики. И, я не знаю, мне как-то очень близок его характер, перепады его настроения. Я на самом деле тоже частично такая же. И у нас даже день рождения, разница в один день. Мне нравится Юля. Сапарниязова, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, я оставлю их никнеймы. Это вот те, кого я смотрю на постоянной основе. Очень давно, много лет. В целом только их. И вот недавно я еще наткнулась на двух девчонок. На одну из них я уже была давно подписана, но редко смотрела ее видео. И тут автоплей мне проигрывает ее видео. Я не помню, если честно, как зовут девушку, но я пересмотрела все ее видео. Оставлю здесь тоже ее имя. И в итоге в этих влогах я еще прониклась ее подружкой. Мне очень понравилась девочка. Очень классно тоже вещает, показывает свою жизнь, вдохновляет. Причем-то контент такой очень девичий, такой женственный. Не могу сказать, что я могу отнести себя вот к таким девушкам, которые обожают вещи, обожают шоппинг. Нет. Но при этом вот эта противоположность меня привлекает. И я обычно ставлю себе за завтраком эти все видео. Во-первых, снижается градус моего одиночества. Мне кажется, что я как будто сижу с какими-то друзьями где-то в компании. И смотря на них, смотря на то, как они чего-то достигают, сколько дел они успевают сделать за день, я тоже хочу к этому приобщиться. И мне это помогает, меня это мотивирует. У меня есть ощущение, что все, жизнь она здесь, она сейчас, все происходит, все движется. Наверное, по этой же причине мне очень нравится мой район, в котором я живу. У меня из окна видно железную дорогу. И очень многие мои родственники, скажем так, не разделяют это мое восхищение, потому что, ну, кому-то это, наверное, бы мешало жить и спать спокойно. А мне, наоборот, это нравится. Мне нравится шум города, мне нравится ощущение того, что уже в 5 утра люди куда-то могут ехать и что-то делать. Мне хочется вставать пораньше, мне хочется тоже что-то успевать делать. И мне нравится это. То есть мне нравится ощущение того, что люди живут вокруг, рядом, что они что-то делают, чего-то достигают. И, наверное, частично я начала снимать тоже для того, чтобы помогать людям немножко раскачаться, наверное, проснулся, понять, что жизнь она тут и сейчас. И жизнь прекрасна в своей простоте. То есть я не гонюсь за каким-то крутым монтажем. Я не гонюсь за тем, чтобы показывать вам, что у меня как будто там какие-то крутые вещи или крутые апартаменты, в которых я живу. Нет, у меня абсолютно простая жизнь. У меня есть классные моменты, у меня есть возможность выступать и развиваться, скажем так, в этом поле деятельности. Но вы это все можете применить в своем случае. И не обязательно, чтобы все было сразу топ и все было очень эстетично. Боже, как долго я буду монтировать этот кусок? Так вот о чем я говорила? Да, что все эти блогеры, они меня мотивируют, они меня заряжают. Но у меня всегда было такое ощущение, что можно снимать только если у тебя уже идеальная квартира, у тебя куча брендовых шмоток. Тогда людям, наверное, будет от тобой интересно наблюдать. Мне кажется частично, что это не так. И я не такой человек. У меня нет кучи брендовых шмоток. Между нами у меня вообще нет ни одной брендовой сумки. Просто я другая. Я могу купить себе какую-то брендовую сумку и показывать ее, делать анпэкинг. Это все очень вдохновляет. И я знаю, что это очень популярно. Но я немножко, наверное, про другое. Хотя такое мне тоже нравится. Поэтому я смотрю у этих двух девушек. Но мне хочется вести свой блог из позиции какой-то реальной приземленной жизни и развеивать вот этот вот образ, который может складываться, смотря чьи-то инстаграмы, в том числе мой, где я показываю только какую-то там яркую часть своей жизни. Через свой блог я хочу найти, наверное, подключить к себе в ряды, скажем так, своего какого-то маленького комбьюнити людей, которые тоже на каком-то еще этапе, в какой-то точке этой дороги, где еще не все достигнуто, где еще не все идеально, где еще очень многие вещи требуют, скажем так, доработки. Я тоже в пути достижения. И я хочу этим делиться. Я хочу показывать, что где бы вы ни были сейчас, в отрезке своей жизни, вы в любом случае на пути. Просто нужно, если вы, конечно, этого хотите, и если вы немножко забылись, скажем так, уснули, поменять вектор и продолжить идти в направлении своей мечты, и вы обязательно придете. И неважно, какая у вас сейчас отправная точка. Я не знаю, наверное, надо это все переписать. Какой-то сегодня не самый у меня подвешенный язык. Просто надеюсь, что вас это как-то вдохновит, и я смогу вам стать каким-то, ну, товарищем, другом. Я знаю, что меня не будет, наверное, смотреть огромное количество людей. Это очень классный фильтр. Я вот думала об этом, ехала в такси. Я все-таки за качество, а не за количество. И если хотя бы одному человеку я помогу и как-то его смотивирую прямо сегодня, не знаю, там, записаться на какие-то занятия танцами, или купить ту самую книжку, которую вы хотели почитать, или записаться в спортзал, я буду очень рада, потому что, правда, ребята, жизнь такая короткая. В общем, я это к тому, что я смотрю блогеров, потому что они помогают оставаться вот на этом уровне заряда, благодаря которому я могу что-то достигать, что-то делать. Я благодарна этим людям, потому что у меня появляется желание жить. И, наверное, отчасти я тоже хочу быть таким, как бы это сказать, вестником мотивации, вестником желания жить. И это, говорю, да, я человек, у которого очень много было депрессивных эпизодов в жизни, которые борются с депрессией. Она у меня диагностирована. Я хочу жить счастливую жизнь, я хочу быть благодарной, я не хочу утопать в умении. Если я могу кому-то помочь своим примером, то это здорово. Я хочу это делать. Людям не хватает, сейчас скажу пошлое слово, но какого-то вайба, какого-то настроения, какой-то волны. То есть это как радиоприемник, и у нас куча станций, и на ней либо какие-то не очень новости, какие-то негативные новости, либо просто музыка, от которой все устали, а хочется какой-то другой волны, хочется волны какого-то общения, чего-то настоящего, чего-то приземленного, не на языке психологии, а на языке обычном человеческом. И я бы хотела быть вот такой станцией, где я буду честной. Мне и само, если честно, от этого гораздо легче. То есть я не хочу казаться тем человеком, которым я не являюсь, я не хочу казаться круче или богаче, чем я есть, успешнее, чем это есть на самом деле. Я просто такая, как я есть. Я показываю свою жизнь, я показываю свои концерты, где не всегда полный зал, где иногда какой-то, не знаю, там, бомж может пройти мимо сцены, или климерка может быть два на два. Но это тоже моя жизнь, это путь, это прикольно. И почему бы это тоже не показывать, потому что они все сразу, напоминают вам о том, что вы все верно делаете, вы идете к своей мечте, у вас обязательно все получится, просто, знаете, я это сравниваю с тем, как вы садитесь в автобус или в троллейбус. Вы же знаете, что вы так или иначе доедете до какой-то своей конечной станции. Но то, что вы там тревожитесь или начинаете подгонять водителя, от этого вы быстрее не доедете, скажем так. То есть есть какой-то канон, нужно заложить какое-то определенное время на то, чтобы достигнуть своей конечной точки. Мы сейчас с вами, грубо говоря, и вы, и я едем в этом общественном транспорте. Но знайте, что вы рано или поздно доедете. Главное ехать, главное, что вы сели уже на этот транспорт. Не нужно постоянно думать о конечной точке. Лучше посмотреть в окно, лучше насладиться какими-то видами, пейзажами, обратить внимание на тех, кто едет рядом с вами, и быть уверенным, что вы рано или поздно будете в своей точке назначения, потому что вы уже сделали много и вы уже каждый день делаете так много в направлении своей цели. Значит, что я заказала? Начнем с того, что я в прошлом блоге показывала, что я выиграла лотерею, и выиграла я там ваучер в магазин спортивного питания. И это очень было для меня актуально, потому что тот протеин, который у меня есть, а у меня вечный недобор белка из-за того, что я не ем мясо, он мне не очень подходит. Он был какой-то для веганов, какой-то там гороховый, фиг знает, но в общем, нет, мой желудок с ним не подружился, поэтому я подумала, вау, классный, я как раз-таки себе закажу протеин. Хотя уже и есть протеин, который мне очень нравится, от фирмы Nutrition. Я пробовала их маленькие, скажем так, пробнички, где на одну порцию пирожка для коктейля, и он очень вкусный. Но я подумала, ладно, раз я уж выиграла ваучер, то воспользуюсь им и попробую конкретно этот бренд. Этот бренд называется Изо Стар, если честно, я от него ничего никогда не пробовала. Все, что у меня от него было, это какая-то бутылка для воды. Я заказала себе протеин, его мы пьем после тренировки с шоколадным вкусом. Здесь якобы на 19 порций с лица, 10 каких-то аминокислот, 90% чистого протеина, мало жиров, мало сахара. Посмотрим, такой протеин стоит 27 евро. Далее еще заказала какой-то Reload Drink. Я понимаю, он помогает после тренировки восстанавливаться. На 9 порций, тоже с витаминами. Ну, посмотрим, тоже шоколадный вкус. И заказала себе батончики. Я не уверена, что у них хороший состав, потому что у нас достаточно много с коров, там, по-моему, 11 грамм сахара, если... в этом вообще 17. Я скину в состав своей тренеру, спрашиваю, что она думает, но вот каждого такого вкуса по два батончика я заказала. Все мне это обошлось, понятно, что бесплатно, поскольку я выгромывала, в целом, так бы обошлось 49 с чем-то. Ну, приятно, если честно, выбрать такой подарок, тем более, мне и так твое не нужно. Осталось только верить, что это будет вкусно, и я действительно буду это пить. Ну, по-прежнему. Во время обедного перерыва пойду в аптеку, потому что мне нужно купить медикаменты. Знаете, к 30-ти шоппинг сводится, ну, шоппинг сводится к покупке всяких разных лекарств и, не знаю, каких-нибудь ништячков из Догуса. Я считаю, что к 30-ти надо дарить девушкам ваучеры в аптеку на анализы. Очень практичный подарок. Берегите свое здоровье и занимайтесь спортом. Ну, роли найдите. Найдите то занятие, которое привнесет в вашу жизнь движение и будет вам приятно. Когда я смотрю на тебя, я знаю, где я буду...